Акимобласть и Ерик Султанов Посетил сельскохозяйственные ярмарки На рынках областного центра Мясо, яйцо, мука, молочные продукты, овощи Эти товары привезли в Петропавловск Кызылжарцы Реализация с самого утра идет на рынке Солтустык Цены ниже рыночных Продукция хорошая, вообще отличная Домашняя есть, домашняя Я в цену чувствую большую радость Потому что картофель я покупаю на рынке по 100 тенге Здесь 55 Это для нас пенсионеров небольшая подмога Также овощи, молочные продукты Мука, яйца А цены здесь ниже, чем в обычных магазинах Стоимостью товаров интересуется глава региона Цены у нас что на молоку? Сколько? Это 6% 245 тенге Сколько процентов? 6% 6% А 3-2% сколько? 3-2% цельное или вот такое же? Цельное Цельное у нас 165 тенге Солтустык один из пяти рынков Где каждую субботу проходят сельскохозяйственные ярмарки В них участвуют все районы области На рынке СПК Солтустык у нас участвует еженедельно Козылжарский район На рынке Корона у нас Мамлюцкий район На рынке Дария у нас Махжана Жумабаева Это еженедельно И по графику остальные районы на двух рынках На коммунальном рынке и на рынке Алтнадал Алтын-Эрман еще один рынок, где идет буйная торговля За свежими и вкусными продуктами местного производства У прилавков выстраиваются очереди Мед, масло, мясо, молоко Здесь сегодня представлены четыре района Глава региона ознакомился с ассортиментом И ценами на продукты питания Покупают у вас или покупают? Нет, это только все, что встали Вы уже продали, да? Доступными ценами могут порадовать и здесь В супермаркете низко цен Это уже второй такой магазин в Петропавловске Это же вообще бывшее здание от ФБК У них было производство Гаражи, здание полностью Территорию перестраивали Вы сейчас переделали, да? Да, то есть Здесь смешано все, да? Ассортимент разнообразный От бытовой химии до свежей выпечки Салатов, полуфабрикатов и готовых блюд Которые производят здесь же, в низкоцене Всего более 10 тысяч товаров Порядка 70% продукции на прилавках под маркой Сделано в Казахстане Для клиентов здесь есть немало выгодных предложений Бумага, картон, пластиковые и жестяные бутылки Полиэтилен Каждый день на Петропавловский полигон твердых бытовых отходов Привозят порядка 150 тонн мусора Часть из них поступает на предприятия в Турсырегион Своей деятельностью ознакомился с два региона В ходе своей рабочей поездки по Петропавловску На открытие предприятия Каиржан Айсин взял ссуду по линии фонда Дому На 20 миллионов тенге закупил оборудование для сортировочной станции В этом году запустил пилотный проект Это большой шаг в развитии зеленой экономики Отмечает руководитель предприятия Данное сырье будет отправляться на заводы производителей Стекло у нас уходит в МОТУ на компании ТОСАВ МОТУ уходит в ТОКОРИНА Картон уходит в Кагазы Рецайклин Жестяная банка сдается также здесь непосредственно на металлобазу И металл тоже в этом плане На станции работают 14 человек В планах увеличить штат вдвое Производственная мощность предприятия 20 тысяч тонн в год Станция маленькая, мы будем расширяться, будем планировать Да, есть сайт-бутовка дополнительную 10 метров Еще одну будем линию делать параллельно И хотим ангар сделать, так что из-за мороза Постоянно возникают некоторые нюансы Посетил глава региона и завод Алаугас СК Раньше здесь делали керамический кирпич, теперь силикатный Для изготовления используют метод Цементно-песчаного прессования Обжигать такой стройматериал не нужно Изделия могут быть разных цветов и формы Сколько сможете делать? 6-7 тысяч, 7 тысяч, да? Ну 7 тысяч хотя бы, давайте Мы же много домов строим сейчас Мы кирпич ваш заберем же сходу Если вы сертифицируетесь, допустим Если у вас все вот эти параметры будут выдержаны На полную мощность А это больше 3,5 миллионов штук в год Алаугас СК выйдет уже в феврале Готовится начать работу и еще один кирпичный завод Стройкомплекс «Керамос» Когда мы должны запустить? Ну, весне запустимся Весне, да? То есть апрель, где-то май Где-то май, наверное, потому что май Хорошо Какие проблемы есть здесь? Ну, пока нет проблем Нет проблемы на строительстве детского сада в микрорайоне Орман Это один из примеров государственно-частного партнерства Рабочие пока опережают сроки сдачи объекта, говорит подрядчик 15 октября, но пора сейчас открыться 1 июля было бы очень хорошо Ходить в новый детский сад будут 140 маленьких петропавловцев О принятых законах и о проблемных вопросах Депутаты Верхней и Нижней палат парламента Встретились с представителями госорганов общественности Бизнесменами Северного Казахстана В разговоре принял участие и Аким области Ерик Султанов Президент страны Нурсултан Назарбаев Поставил перед парламентом несколько задач Одна из которых – создание правовой базы Для воплощения в жизнь пяти институциональных реформ Эти законы приняты и уже работают Как и еще один не менее важный Отмечает Маулен Ашимбаев Он касается защиты Казахстана От террористической и экстремистской угроз Законом регулируются три направления Три сферы Первая сфера Ужесточается ответственность за любые преступления Связанные с терроризмом и экстремизмом Второе направление, которое обеспечивает данный закон Это контроль за оборотом оружия Еще один пункт законопроекта – обязательная временная регистрация граждан Эта норма наделала немало шума в ряде городов страны Говорит депутат Он считает, что все это из-за плохо проведенной разъяснительной работы В сельном Казахстане ажиотажа нет Но активизироваться все же необходимо Отметил Ерик Султанов Мы сейчас организуем большую разъяснительную работу Совместно с Департаментом внутренних дел и Центром обслуживания населения И поставим на должный уровень эту работу Поэтому я думаю, что вопросы будут исчерпаны в ближайшее время Говорили на встрече и о другом большом нашумевшем проекте О земельной реформе Мораторий на некоторые нормы президент страны продлил до 2021 года Вместе с тем, уже с 2017 года в стране стартует новая программа Развитие агропромышленного комплекса Она рассчитана на 5 лет Североказахстанцам особенно интересно Какие механизмы поддержки сельхозтоваропроизводителей Внедрит государство и какие задачи преследует проект Первое мы говорили о создании сельхозкооперативов Насыщение внутреннего рынка отечественной продукции Развитие экспортного потенциала Развитие растеневодства Четко и ясно сказано, что продуктивность мы должны увеличить как минимум на 40% В животноводстве как минимум на 60% Развитие аквакультуры Развитие отраслевой переработки сельхозпродукции и пищевой промышленности Эффективное использование финансовых мер государственной поддержки Североказахстанцы в свою очередь с гордостью рассказывают об успехах региона В конце года в Петропавловске после масштабной реконструкции Открылся аэропорт Он получил статус международного А в Таньше запустили новый казахстанско-китайский маслозавод Можелесмены и сенаторы в Северный Казахстан прибыли 4 января Они посещали районы, встречались с населением Чтобы на местах выяснить, как реализуются законы, принятые в последние годы Еще одна важная миссия депутатов – рассказать о новых В Таньшинском районе они побывали на трех сельхозпредприятиях То Таньша-Астык базируется в селе Ясная Поляна Гордость компании – этот молочный комплекс Доится на карусели, на 50 мест немецких фирм в Асфалии На 2016 год закрыли мы на фуражную корову 2805 литров молока Новая программа развития АПК, по словам депутатов, поможет не только опытным, но и начинающим аграриям увеличить производство сельхозпродукции Примером господдержки товаропроизводителей в Таньшинском районе является ТО Ильичевка-Астык ХПП открыли в 2012 году Стоимость проекта – 440 миллионов тенге Около половины из них получили по линии Казаграфинанс Это позволило закупить оборудование, построить склады и железнодорожный подъезд Нужно понять, как дальше будут работать программы по субсидированию, по развитию сельского хозяйства С огромным удовольствием, у нас рядом участок, элеватор стоит на 5 гектарах, рядом участок из 10 гектаров состоит Мы давно увидим там какое-то предприятие, может быть это будет маслозавод, может быть какой-то перерабатывающий, может быть это будет комбикормовый завод Сельхозтоваропроизводитель надеется на поддержку депутатов и госсубсидий Говорит, тогда сможет решить производство и увеличить экспорт своей продукции А это приграничный район Макжана Жумабаева Мажелесмены приехали сюда не случайно, хотят узнать, как развивается сотрудничество с россиянами В 2015-м в Булаево открылся продуктовый склад-магазин «Нискоцен» Это торговая сеть омского бизнесмена Работу здесь смогли найти 35 местных жителей На заседании актива района народные избранники рассказали о своей работе С сентября в Мажелес поступило 66 законов, 34 из них уже одобрили, остальные находятся в работе Местные жители, в свою очередь, не упустили возможности задать вопросы Жумабаевцев волнует проблема отмены электричек до Петропавловска и Селькуля На этот вопрос ответил первый зам Акима области По инициативе Акима области, значит, он договорился с КТЖ Вопрос в принципе положительно решается Одна электричка будет ходить туда и обратно Нам просто надо будет определиться по времени С утра лезть Петропавловский или набросить Селькуля с утра А это уже пограничный пост Каракога Депутатам поступили жалобы на то, что летом прохождение контроля занимает несколько часов В то время, как на это должны уходить минуты Проблемы в кадровом обеспечении В штате всего 37 специалистов Ежедневно границу пересекает порядка тысячи человек Но это зимой, а летом в 4 раза больше Выходные и праздничные дни НИПА по сферопотоку увеличивается до 1500 человек До 600-800 транспортных средств С правилами категорирования государственной границы Данный пункт пропуска с данным пассажиропотоком У нас является пунктом пропуска первой категории То есть должно быть свыше 150 человек Проблему с нехваткой специалистов Можелесмены пообещали озвучить в столице Однако к концу года пропускная способность Здесь все же вырастет в несколько раз На погранпосту планируется реконструкция Сделают 4 полосы в сторону Казахстана И столько же на Россию Отдельно для легковых машин, автобусов и грузовиков Стоимость проекта 759 миллионов тенге В Петропавловске народные избранники Посетили ТО «Молпродукт» ПЗТМ И обсудили с североказахстанцами законопроект о рекламе Народные избранники разработали его осенью прошлого года Изменения новеллы, которые он предусматривает Это в первую очередь упорядочение рекламного рынка Определение одного госоргана Который будет определять политику в области рекламы Цены указаны, то должно быть в тенге Сейчас в законе о рекламе местные органы самоуправления Заключают договор с предпринимателями, которые предоставляют эти услуги Устанавливают конструкции на год всего Сейчас предлагается заключать договор минимум на 5 лет Чтобы предприниматель мог рассчитывать на долгосрочную перспективу Реклама должна быть достоверной и не ущемлять права людей Закон вступит в силу уже в этом году Войскам правопорядка Казахстана 25 лет Петропавловский профессиональный праздник отметили военнослужащие Национальной гвардии В нашей области дислоцируется военный институт и воинская часть 66-37 От имени главы региона военнослужащих Северного Казахстана поздравил его заместитель Антон Федяев Национальная гвардия Республики Казахстан Надежная опора государства в укреплении стабильности в обществе Воинская часть 66-37, одна из самых крупных в Петропавловском гарнизоне Ее зона ответственности распространяется по всей Североказахстанской области Воинская часть постоянно оказывает помощь местным властям в ликвидации последствий Стихийных бедствий, пожаров, наводнений, буранов и аварий Первыми приходят на помощь людям, попавшим в беду В любую минуту рискуя своей жизнью, они готовы встать на защиту граждан и общества Шестеро военнослужащих получают от имени Ерика Султанова почетные грамоты и благодарственные письма В их числе заместитель командира воинской части 66-37 Саганды Калкаидаров На службе он 17 лет Внутренние войска совершенствуются, это в первую очередь учебно-материальная база наша Все медали, это юбилейные медали, в первую очередь это 10 лет безупречной службы, 15 лет безупречной службы В 2016-м казахстанские военные участвовали в ликвидации 11 ЧС, в том числе в трех антитеррористических операциях На боевой пост в нашем регионе ежедневно заступают 300 военнослужащих Качественный кадровый состав для войск готовят в военном институте В 2017-м ему исполняется 20 лет За это время в УЗИ выпустили почти 3000 офицеров Если анализировать историю становления и развития войск правопорядка, то можно разделить ее на три этапа Первый этап – это период создания и становления внутренних войск Второй период охватывает 2000-2007 годы И в первую очередь связан с реализацией первой программы реформирования внутренних войск К третьему этапу можно отнести период 2008-2016 годов Как годы кардинального преобразования всей системы служебной деятельности Изменения системы управления войсками Повышение боеспособности и боеготовности Расширение международных связей и преобразования внутренних войск В национальную гвардию Награды в честь юбилея от военного института получают ветераны, полковники и прапорщики запаса Действующие военные национальной гвардии Военные принимают поздравления и от правоохранительных органов Награду от главного полицейского региона Вручили заместителю командира роты воинской части 66-37 Нурбеку Еликбаю Именно моей выполненной задачей это моральное, психологическое поддержание личного состава Получается солдат срочной службы, военнослужащие по контракту, так же и офицеры Сейчас военнослужащие страны готовятся к универсиаде 2017 В феврале она пройдет в Алматы За соблюдением правопорядка в спортивном городке будут следить почти полторы тысячи человек А летом их привлекут на выставку Экспо Семь домов по программе Нурлыжол построят в этом году в Петропавловске Получить в них квартиру можно, став участником проекта Карлыгаш и ее супруг Рауан играют с пятимесячным сынишкой Говорят, в новой квартире можно мечтать о большой семье Раньше жилье приходилось снимать Эту недвижимость в 90-квартирном доме в микрорайоне Береке они получили месяц назад На заветные квадратные метры копили почти 6 лет В 2014 году мы поженились и встали в очередь в Акимате В декабре открылась программа Нурлыжол Получается в эту программу 30% мы должны вложить 30% мы накопили и получили от Росстроя Сбербанка ключи Как молодая семья для нас это выгодно Теперь за свою светлую просторную трешку семья будет 12 лет выплачивать кредит Заем оформили под 5% годовых Отсюда весь Береке виден как на ладони За окном новой квартиры Ерика Кушигалдина большая стройка Скоро у него будет много соседей Они, кстати, тоже вкладчики Жилстрой Сбербанка Госслужащий открыл там счет в 2008 году Говорит, сначала пополнял его по возможности А с 2013 по 2016 годы откладывал каждый месяц определенную сумму По обновленным условиям программы Нурлыжол накопил 30% от стоимости жилья Это порядка 2,5 миллионов тенге Если вы вложите ровно деньги каждый месяц под одной и той же суммой Ваш оценочный показатель растет То есть, соответственно, это системная баня И потом в дальнейшем, когда вы проходите по программе Оно влияет на ваши квадратные метры Квартира очень светлая, большая То есть 58 квадратных метров Это две большие комнаты по 18 квадратов и одна маленькая кухня По 43 тысячи в месяц Ерик и его супруга будут возвращать к государству Но это только первые пять лет Затем сумма сократится Сегодня на собственное жилье в Жилстрой Сбербанке Копят почти 26 тысяч североказахстанцев Кредитование идет по двум направлениям Кредитное жилье по линии МИО То есть Акиматовские очередники И вкладчики Жилстрой Сбербанка И Нурлужол Батерек Девелопмент То есть, есть ограничения По Нурлужол МИО Для участников есть ряд ограничений В плане наличия жилья на праве собственности По территории Сбербанка По Нурлужол Батерек Девелопмент Это ограничения отсутствуют То есть, любой, кто желает купить жилье в новом доме Может обратиться в Жилстрой Сбербанк Когда мы объявим конкурс на прием заявления 3 миллиарда 400 миллионов тенге Выделили из Нацфонда на реализацию программы Миллиард 149 миллионов Банк уже вернул в областной бюджет Кредиты выдали 147 североказахстанцам В прошлом году в Петропавловске По этой линии возвели три дома Квадратный метр в них обошелся жильцам 125 тысяч тенге В 2017 планируют построить еще 7 многоэтажек Это 604 квартиры Их стоимость пока не установлена Кстати, уже скоро в микрорайоне Берекес Дадут очередной объект Ключи от квартир получат 80 вкладчиков Жилстрой Сбербанка Более 1 миллиарда 300 миллионов тенге На развитие бизнеса В прошлом году фонд финансовой поддержки Сельского хозяйства профинансировал 460 проектов североказахстанских предпринимателей Швейные машинки, нитки и иголки Любимое занятие Бахыт Сеиловой Стало делом всей ее жизни В детстве она увлекалась кройкой и шитьем В 2006 году открыла свое ателье Бахыт Тогда взяла кредит в фонде финансовой поддержки Сельского хозяйства За 10 лет работы было еще два займа В 2016 обновила оборудование Закупила новые ткани и расходные материалы Улучшила условия труда для рабочих Все средства предприниматель направляет на развитие и расширение бизнеса В 2016 году досрочно погасив кредит Подала вновь заявку Уже на 5 миллионов Мне ее одобрили В планах не останавливаться на этом Идти вперед, идти дальше, расширяться Занимаются здесь мелким ремонтом и пошивом одежды Берутся и за сложную работу Шубы, пальто, куртки В 2016 году ателье вышло на рынок государственных закупок К учебному году пошили порядка 700 комплектов формы для учеников бескольских школ Вместе с Бахыт в ателье работают еще три мастера За тот год, что я здесь проработала Я увидела, как ателье расширяется С каждым днем, с каждым месяцем Наших клиентов становится все больше Заказы увеличиваются Всего в прошлом году фонд финансовой поддержки сельского хозяйства Профинансировал 460 проектов по пяти программам Это средства из республиканского бюджета В нашем регионе популярны направления развития молочной и мясной продукции Птицеводство и сфера обслуживания В рамках программы по созданию и развитию молокоприемных пунктов Было реализовано два проекта На общую сумму 13 миллионов тенге Был закуплен транспорт, оборудование для охлаждения и переработки молока И по последней программе РИС молочной товарной фермы Мы реализовали 57 проектов Общая сумма финансирования составила 284 миллиона тенге От 500 тысяч до 85 миллионов тенге под 6% годовых Льготный период от полутора до двух лет Взять кредит в фонде финансовой поддержки сельского хозяйства Может любой желающий Для получения кредита необходимо иметь инфраструктуру Для содержания скота, а также ведения бизнеса Необходимо предоставление залогового обеспечения Ликвидного залогового обеспечения Может предоставляться как недвижимое, так и движимое имущество Самыми активными заемщиками в прошлом году Стали предприниматели из района имени Габита Мусрепова У Алихановского и Таиншинского Чтобы питьевая вода была чище Во многих странах используют коагулянты У нас самый распространенный хлор, однако в развитых регионах от него давно отказались Фенол, марганец, железо, железные металлы Несмотря на очистку питьевой воды, эти вещества все же попадают в организм Говорят североказахстанские ученые А такие элементы негативно влияют на здоровье Соседи, россияне, проблему уже решили Разработали специальный комплекс В течение семи лет там обрабатывают воду без хлора Проект планируют внедрить и у нас Коагулянты, когда присутствуют, представьте себе, 5 грамм жидкого хлора на куб воды употребляем А в весенний период увеличиваем дозу для того, чтобы очистить воду А что касается этого, практически 0,5 грамм То есть в 10 раз мы уменьшаем хлорку Это уже, представляете, настолько чище Второе, практически мы не можем очистить от железа коагулянтами А эта установка очищает полностью от железа Частично очищает тяжелые металлы, которые не могут ничего очистить Северный Казахстан – первый регион в нашей стране, где вода станет чище и безопаснее Подготовку ведет департамент науки при СКГУ Он открылся недавно в разработке 4 проекта Водочистной комплекс стал пятым Финансирует их фонд науки Этот проект по очистке води – это новый, который выигран был недавно на 152 миллиона Это импульсно-пучковая обработка воды Это новейшее современное оборудование, которое разработано томскими учеными В следующий год мы планируем более 30 научных проектов Уже решено производить водочистное оборудование будет завод имени Кирова Договоры подписали с Казалжарсу и Сильсу Специалисты говорят, проект не только улучшит качество воды, но и позволит сэкономить этим предприятиям На сегодняшний день мы применяем коагулянты, сианкистый коагулянт, жидкий хлор Но в данный момент это уменьшить затраты по приобретению дорогие Поэтому рассчитав в экономическую сторону, в этом случае данный проект лучше Чистую воду петропавловцы будут пить примерно через полгода, говорят ученые А в районах только после реконструкции водопровода Его протяженность больше 3000 километров Кстати, из-за установки нового оборудования вода подорожать не должна, считают ученые Хейковая благотворительность 20-летнего жителя Петропавловска подозревают о мошенничестве В социальных сетях он собирал деньги якобы на лечение ребенка Молодой человек с помощью монтажа заменил цифры электронных кошельков и банковских счетов на фото и даже видеосюжете Ему удалось собрать около 600 тысяч деньги Сейчас полицейские устанавливают личности пострадавших, которые отправили мошеннику деньги В Петропавловске угнали автобус, пассажира в нем не было 101 маршрут оказался в руках рецидивиста Без водительских прав в состоянии алкогольного опьянения он обижал праздничные улицы города К счастью, никто не пострадал, а владельцу уже вернули его машину Накатавшись, мужчина бросил железного коня С собой прихватил автомагнитолу Нарушителю грозит до трех лет лишения свободы В прошлом году в Северном Казахстане полицейские зафиксировали 105 фактов угона чужого автотранспорта В Петропавловске состоялось первое открытое заседание по делу об убийстве Игоря Нанаева Баскетболиста из Усть-Каменогорска избили ночью 3 октября возле одного из ночных клубов Петропавловска От полученных травм спортсмен скончался в больнице, не приходя в сознание На скамье подсудимых 5 человек, по делу проходят 15 свидетелей Петропавловцы на этой неделе снова остались без воды 10 января на пересечении улиц Шумабаева и Интернациональной прорвало трубу Затопило обе стороны и проезжие части Бурными потоками вода подзекла в район под горы Под угрозой потопления оказался частный сектор Сложно было передвигаться водителям Еще хуже пришлось пешеходам Дороги перекрыли Специалисты Казалжарсу оперативно устраняли последствия аварии И выясняли ее причины В Североказахстанской области пик заболеваемости ОРВИ Только за эту неделю к медикам с жалобами на простуду Обратились почти полторы тысячи человек С начала года грипп подтвердился у 48 североказахстанцев Уровень заболеваемости простудой в этом году выше, чем в прошлом Говорят медики С начала эпидсезона зарегистрировано уже свыше 12 тысяч заболевших Следующий пик активизации вирусов ожидается в конце января В начале февраля ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА